Это, пожалуй, самые впечатляющие последствия одной из двух масштабных коммунальных аварий. Полотно на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова в одночасье стало напоминать приличное по глубине озеро. Дорожные службы, как могли, вычерпывали воду, которая тут же застывала на 20-ти градусном морозе. Движение пришлось перекрыть, город встал в пробках. Пока одни пытались устранить результат порыва, другие искали этот порыв. Ситуацию осложнял поток воды, пришлось откачивать. На это ушел целый день. По количеству мы не увеличиваемся, но по значимости, да. По крайней мере, если брать предыдущий отопительный сезон, таких повреждений, захватывающих значительное количество людей, которым прекращена подача коммунального ресурса, конечно, в этом году у нас их больше. Вместе со специалистами Барнольского водоканала этой ночью, словно по команде, были подняты коллеги из компании «Энергетик». 18 человек направили вот сюда. Буквально в двух шагах от проходной завода «Ротор» разорвало трубу, которая проложена под землей до поселка Южного. 244 объекта оказались на грани замерзания. Это жилые дома, школы, детские сады, больницы. Сложность в том, что произошло это в темное время суток, это первое. Второе, что наружная температура, она 24 градуса. У нас предыдущее повреждение было 12-8 градусов. А сейчас, видите, 24, ну это еще не запредельно, но тем не менее. Авария на улице Малахова оказалась куда серьезнее. К обеду несколько кварталов индустриального района удалось подключить к альтернативной сети, в другие подвозят воду. Вот только, как рассказывают жители, помощи пришлось подождать. Время сейчас полтретьего, с 10 часов нет воды, подвоза воды никакого нет. Когда строительство быстро исчезает из полок магазинов, вода уже в маленьких объемах. В администрации сказали, звоните в водоканал. В водоканале поясняют, что социально значимые объекты только вода подводится, что обычным жителям, наверное, не нужно воды. Ждите звонка, звонков никаких нет, ничего нет. Ближе к обеду квартиры жителей Южного стали наполняться теплом, аварию полностью удалось устранить. Другая часть Барнолла по-прежнему без воды, дать воду обещают к концу дня. Аварии на сетях такого масштаба стали первыми в новом году и, судя по тенденции, далеко не последними. Кирилл Политов, Александр Антропов, Наши Новости.